так я приехал на объект в дмитровском районе сейчас вам покажу здесь видите дом из клееного бруса заказчик на данный момент взялся за отделку включил отопление но отопление уже у него там около месяца может даже больше недели три назад заливал полы стяжка у него теплые полы сейчас его перейду другой режим вот такой красивый домик сейчас конечно же чаще у меня присылал видео короткие но вот по ватсапу значит текут мансардные окна у него 4 окна здесь на крыше вот они вот жестко текут прям капает вот я так по видео уже увидел недостатки есть но конечно надо разобраться что это на фигасе еще такой конденсат а смотрите ребята видите конец от какой шпарит вот с капельника это вот к тем что зачем капельник нужен или некоторые специалисты говорят можно мембрану или гидроизоляцию оставлять в карнизе там пускай вентилируется вот вот это бы вам ребята было бы все в карнизе вот эта вся история не знаю может быть и в финляндии кто-то мне приводил выкладки там ссылки так делают но вот вам пожалуйста результат так везде вот ребят потеки такие жутчайшие это даже отцы у нас даже лед сейчас буду вскрывать одну часть в общем жалобы все вот эти места сопряжения кровли со стенами всех промерзают конденсат оттуда капает но понятно что я уже сейчас вижу что стыки здесь не проклеены полностью сейчас это я все буду проверять нужно проверить утепление вообще хотя заказчик говорит 250 ну говорите одно делать делать другое от мастеров тоже зависит можно закинуть тяпляп так снял здесь я сейчас одну рейку от саморезов сейчас залезу туда тут тоже кусочек льда отпал видите какие протечки почему так прям очень холод идет отсюда я еще поднимаюсь ну конечно ведь вот вот идет здесь вот утеплитель не доложили стропила идут туда на внешнюю часть стропила где это просто брусок пятерка рейка стропила швод где заказчик говорит они даже без запила просто стоят на брусе с внешней стороны и утеплитель здесь все промораживает здесь можно вообще 2 2 плиты утеплителя засунуть в это место сейчас ссувал туда руку там дельта вент н она сухенькая все справляется со своей работой но важная причина начни недоутепленные сопряжения стен с пароизоляции и обязательно нужно это все проклеить все сопряжение чтобы тепло влага с помещения не попадала в пирог когда ведь она конденсирует если меня такой девайс сейчас он загрузится посмотрим как то дела обстоят вот кто-то спрашивал у меня марк так от творится ребят здесь полная жопа с двумя буквами п я вам хочу сказать даже вот видите брус он как в принципе большой сантиметров 20 даже более но есть смотрите углы какие нарекания очень по нему я конечно я скажу заказчику и он стоит не дешево среди сопряжения все смотрите что делается все сопряжение там их надо до утеплять это получается это не конек стоит все ой куда ни кинь все нужно смейте утеплять смотрите углы сейчас отсвечу углы бруса как я полностью смотрите это когда чего чего смотрите как брус вообще щель получается вот этот вот представляете как сифонит брус даже этот соединение смотрите вот окно ниже вот 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 обсада яркая обсада окна и вот следующий венец видите как все еще теплопотери на нем какие жесть а углы смотрите два градуса смотрите вот такие да я конечно заказчику скажу что ну здесь вот эти надо все до утеплить все карнизы края подоткнуть утеплитель в принципе по скатам видите утеплено нормально по скатам я смотрю кровли а вот все сопряжения как я вам сейчас демонстрировал все желают лучшего заказчик говорит что значит уплотнитель ставили здесь в углах вот но вот даже я провожу рукой здесь еще не так вот именно углы знаете такая свежесть чувствуется причем в доме сейчас отопление где-то плюс 15 вот горит уплотнитель в углах ставили но на самих венцах его нет просто так ставили в шип вот я поднялся на второй этаж здесь мансардная кровля ведь на каждом скате каждой комнате угловой имеется мансардное окно здесь причины такие же как на первом этаже не проклеена пароизоляция и недоделан утепление сопряжение стены и кровли вот ну плюс еще добавляются окна мансардные вот смотрите видите вот эта щель полностью напрямую туда попадает под металлочерепицу я вижу то есть тепловизор мне показывает сейчас там температуру минус 2 вы представляете если в доме отопление там где-то плюс 18 до там минус 2 такого не должно быть вот таких щелей где вот тепловизорационный комплект ведь он должен четко привели прилегать к откосу к откосу окна вот которая вот формировали да вот этот откос помимо ошибок конечно верхний откос должен быть вертика горизонтально параллельно таскать пол вот но это не грубая ошибка но все-таки вот видите тоже там щель прям от холод и идет в эту щель там прям металлочерепица это видно так нельзя допускать эти эти вещи должны быть утеплены и вот этот уплотнитель должен прилегать полностью к откосу значит там надо было добавить брусок по всего сбоку вот я брусок вижу тут есть обернут гидроизоляции гидроизоляцию разрезали его как бы завернули и с этой стороны есть а вот в этих частях сверху и снизу брусок не добавили то есть надо было чтобы полностью это уплотнительный уплотнитель прилегал к откосу сформированного окна полностью вот а потом уже пароизоляции нужно проклеивать полностью откос не оставлять никаких отверстий продувание все проклеивать скачами специальными так далее тогда будет эффективно самое печальное окошко это вот здесь свежие следы конденсатор эти потеки какие еще говорить если не от окна просто попадает туда тепло ведь и конденсирует на окне так тем более столько дырок там сейчас ведь какая вода плюхнула на меня я сейчас ребят оторвал вот этот вот эту пароизоляцию она была завернута я вот здесь стоял она так была завернута и там стояла да я как оторвал на меня как плюхнула все намочила мне в кармане телефон бог телефон намочил даже видно вот такой скользкая вода стоит долго а дальше я вот засовывают мембрана здесь значит дельта вент супер диффузионная она сухая принципе справляется своей работой самая главная проблема это видите вот в эти места здесь еще более-менее а вот вот металлочерепицу там вижу да вот мембрана что надо было это все заводить с этой стороны еще более-менее сделать здесь все это да утеплять еще с этой стороны более-менее вот здесь вот потери да вот она мокрая вот она бежит отсюда и вытекает там вот так ребята кровля была сделана летом значит утеплено все работают с кровли на данный момент заказчик включил сделала инженерию сейчас занимается в зимнее время отделка и так далее но в доме тепло и все проблемы как раз не доделки с кровли они вылазят именно сейчас в принципе кровля сделана сносно в ней из внешне до металлочерепица все правильно и так аккуратно внешне но налицо вот вот эти недоработки незнание то ли технологии то ли чего значит придется сейчас кому-то кому-то это доделывать и ситуация очень неприятно скажем не критическая но она неприятная вот ведь как вот здесь под резинкой какие капли конденсата влажно так но это вот так никто не делает сразу говорю вот это гибкий элемент саморезами не надо делать ребята продержи лестнице посмотрим но сейчас на часто ошибаются вот видите здесь окла оклад окна алюминиевая да он идет где-то так частая ошибка кровельщики когда крепит металлочерепицу значит как бы пытаясь ее прижать этот крайний лист и саморезе здесь но дело в том что саморез потом под металлочерепицы дырявит оклад и водичка которая течет ведь она попадает под оклад на оклад отбегает по кругу и уже на этом саморезе под металлочерепицы протекает вот обязательно надо проверять эти места если они ну так более-менее таких мест нет слушая а это окна вставляли потом или в монтаже с кровли до снежки сделали защиты слушай так не делается ведь как вылетает потом вылетит надо ребят мы делаем фиксируем сюда саморез кровельный засовываем и сюда крепим и ну это две палки это получается и потом они как бы эти саморезы являются фиксаторами на вижу не вылетает видите со временем чуть-чуть снегом ее поддернет подвинет или так далее она вылетит сломается или окно разобьет то есть такие элементы обязательно надо фиксировать итак дорогие друзья такая ситуация здесь на этом объекте не повторяйте ошибок следите за своим строительством за выполнением работ я бы не стал принимать просто внешне красивую картинку потому что как видите нюансов куча скрывается за всей этой красотой и они вылазят потом со временем когда вы начинаете жить эксплуатировать дом включать отопление все прочее и так всем пока на связи с вами с вами был мороз алексей компания кровь монтаж до новых встреч